Наступили ясные и теплые летние дни. Кажется, что все прекрасно, но нет. Ведь мы столкнулись с такой проблемой, как укусы различных насекомых. Одними из таких стали клещи, которые приносят не только дискомфорт, но и могут довести до серьезных последствий. С героями нашего сюжета многие знакомы не понаслышке. Маленькие и очень кровожадные членостоногие клещи буквально повсеместно поджидают свою жертву. А последствия от их укусов могут быть разные. Ведь клещи являются переносчиками девяти возбудителей инфекционных заболеваний, из которых на территории города Бреста регистрируются два – клещевой энцефалит и лаймборелиоз. Эти два вида инфекций, с которыми никому не хотелось бы познакомиться, а потому стоит с особой осторожностью подходить к опасным зонам из-за большой численности членостоногих. Клещевой энцефалит – это тяжелое заболевание, которое поражает центральную нервную систему. То есть это достаточно тяжелое состояние и длительное лечение, в том числе инвалидизация может прийти. А то, что чаще всего случается, это болезнь лайма или лаймборелиоз. Она, скажем так, полегче, но если не на ранних стадиях переходит во вторичную третичную, то тоже достаточно тяжело протекает с поражением суставов, с поражением сердечно-сосудистой системы. То есть если человек забыл или не помнил, что у него был факт укуса клещом, если не обратил внимания на первичный очаг, то есть сначала лаймборелиоз появляется как кожное поражение, может на температуру быть ничего, а где-то мигрирующая ритема, покраснение в месте укуса. Не обратил внимания, и дальше заболевание развивается циклично. Стоит помнить, что сами по себе клещи не так опасны, как те болезни, которые они передают. Но не стоит расслабляться, ведь этих мини-вампирчиков заметить сразу достаточно сложно, а укусы их, как правило, не вызывают боли. Именно поэтому специалисты советуют, чтобы вся одежда была светлых тонов. В таком случае обнаружить и вовремя устранить клеща будет проще, а значит, вашу прогулку ничто не омрачит. Первое – выбираем правильные места. Второе – выбираем правильную одежду. Если же мы идем уже в лес или куда-то в такие немножко опасные заросли, мы одеваем одежду, которая максимально закрывает тело, с плотными резинками в брюках, в рубашках, закрываем голову, используем головные уборы. Ну и третье – у нас есть такое достижение прогресса, как использование репеллентов, то есть вещества, которые отпугивают насекомых. В зависимости от концентрации вещества они отпугивают и мошек, и комаров. И главным образом у нас самая главная опасность – это клещи. То есть наносятся они, как правило, на одежду. Есть ряд репеллентов, которые можно носить и на кожные покровы. Но в случае родителей, дети, только под контролем взрослых это наносится, чтобы не было аллергической реакции. Если мы гуляем с детьми с колясками, обрабатывается колеса колясок, чтобы клещ не заполз в коляску из травяного покрова. В случае, если неприятной встречи с клещом избежать все же не удалось, необходимо сразу обращаться к врачу. За истекший период этого года за оказанием помощи при укусе клеща в учреждение здравоохранения уже обратилось 209 человек, из которых 135 – это дети. Первое – мы снимаем клеща либо самостоятельно, либо обращаемся в организацию здравоохранения. То есть хирурги, травматологи, приемное отделение снимут. Самостоятельно желательно не делать это голыми руками, а с помощью нитки, либо в перчатках, аккуратно его извлечь, и желательно не повредив. Далее обратиться к врачу для того, чтобы назначили цикл приема антибиотиков, потому что максимально эффективно этот цикл профилактический, либо противовирусных, либо антибиотиков. Первые 72 часа после укуса – это чем быстрее, тем лучше.